Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы приготовим с вами вареники с картошкой. Это блюдо очень простое, питательное, очень вкусное. Игредиенты для их приготовления есть в каждом доме. Приступим! Для начинки нам понадобятся Любители лука могут добавить лук. Этот лук пойдет как в начинку, так и сверху вареников. Картофель отвариваем. Солим по вкусу. А лук мелко рубим. И обжариваем. Сливаем воду с картошки и оставляем ее. Она нам еще понадобится. При желании добавляем специи. И половину обжаренного лука. Разжижаем нашу картошку при помощи ее бульона. Начинка готова. Перекладываем ее в чашку, чтобы она остыла. Изготавливаем наше тесто. Для его приготовления нам понадобятся Список ингредиентов Вы найдете в описании к этому видео. Растворяем соль в воде. Вливаем наш солевой раствор в 500 грамм муки и замешиваем тесто. Подсыпаем на рабочую поверхность муки для подпыла и месим. Когда тесто почти не липнет к рукам начинаем добавлять понемногу соды в муку для подпыла. В общей сложности ее пойдет около 1 чайной ложки. Добавляем, вымешиваем по чуть-чуть, по щепотке, чуть больше и так 3-4 раза. Тесто должно не липнуть к рукам. Но не быть очень тугим. Наше тесто готово. Даем ему отлежаться полчаса. Накрываем его чистой ветошью и оставляем. Можно заранее приготовить кастрюлю для варки вареников. Для этого берем кастрюлю с широким дном. Наполняем ее на 2 третьих водой. И после закипания добавляем соль по вкусу. Она готова и быстро закипит во второй раз. Займемся собственно лепкой вареников. Разделяем тесто на 3 части. И берем пока одну из них. И начинаем ее вытягивать в длину. Как длинную-длинную колбаску. И вытягиваем ее так примерно до ширины колбаски около 3 сантиметров. И начинаем нарезать на равномерные кусочки около 2 сантиметров толщиной. Колбаску время от времени можно продолжать вытягивать в длину, чтобы она оставалась одинаковой толщины. Рабочая поверхность должна быть обильно присыпана мукой. И начинаем обмакивать срезы нашего теста. И немного приплющиваем в этой муке. Когда все кусочки подготовлены, в ход идет скалка. Начинаем раскатывать наши кружочки. В диаметре они должны составлять около 6-8 сантиметров. Идеально красивыми они не должны быть. Но стараемся их делать как можно больше круглыми. Начинаем лепить наши вареники. Набираем чайную ложку начинки, кладем ее в тесто и защипываем. Начинка не должна попадать под бортики, иначе вареники расклеятся. Тесто свежее, мягкое, пластичное. Вареники лепятся легко. Кстати, в перчатках очень удобно их лепить. Они не прилипают ни к тесту, ни к начинке. Ну а сейчас слепим вареник с фигурным краем. Для начала, как и обычно, лепим вареник. Ну а затем от одного ушка к другому ушку защипываем вот такую косичку. Еще раз слепим вареник с фигурным краем. Время от времени макаем пальцы в муку, чтобы тесто не липло к рукам. Повторяем наши манипуляции с оставшимися кусочками теста. Ну вот, все вареники у нас налеплены. Начинаем их варить. Чашку для вареников кладем по вашему вкусу. Жареный лук, растительное или сливочное масло или маргарин. Вареники варим в той же последовательности, в которой и лепили. То есть, первые и кидаем первыми. Не стоит варить слишком много вареников за раз, иначе они могут долго закипать и слипнуться. Вареники перемешиваем несколько раз. Один раз после их погружения и несколько раз после их закипания. После закипания вареников огонь сильного уменьшаем до умеренного и варим так около трех минут. Так, процесс варки повторяем. Если мы готовим вареники заранее и будем их держать в холодильнике, то чтобы они не слиплись и оставались каждый сам по себе, то необходимо их время от времени перебалтывать в чашке до полного остывания. Наши вареники готовы! Они вкусные, полезные! Приятного вам аппетита! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok